МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За счет чего удалось увеличить зарплату учителя? Дополнительные часы, дополнительная нагрузка? Так сложилось исторически за много последних лет, что заработная плата учителя, а скорее всего это даже провели назвать доход от трудовой деятельности, зависит от средней сложившейся по экономике. И в этой связи сложился ряд инерционных факторов, процессов, которые нас, как регион, к сожалению, не ставили на первое место с точки зрения оплаты труда даже по Сибирскому федеральному округу. А скорее даже мы были внизу этой рейтинговой турнирной таблицы. Конечно, это долго не может оставаться так. И задача губернаторам была поставлена как раз примерно год назад, чтобы пересмотреть подходы, объемы финансирования оплаты труда учителей. Для этого мы создали рабочую группу специальную, куда вошли представители профсоюзных организаций, лидеры наших общественно-профессиональных педагогических организаций, депутаты законодательного собрания, активисты, скажем так, общественного движения, лидеры школ. И мы увидели, что действительно в крае существует неравномерная система оплаты труда по ряду образовательных организаций. И в первую, конечно, очередь, можно говорить о несправедливости в подходах к начислению оплаты труда в малокомплектные школы, которых 63. Да, но проведите пример конкретный. Что значит неравномерно? Например, мы увидели, что у нас примерно 6 групп учителей с точки зрения оплаты труда. И почти 4 тысячи учителей, в первую очередь это сельские школы, которые находятся в группе наименее, скажем так, оплачиваемой. То есть до 15 тысяч рублей. Но при этом работу они делают ту же. Безусловно. Нагрузка что в городе, с точки зрения количества часов, недели, в месяц, что в селе, это, конечно, в полной мере с трудовым законодательством. В этой связи было принято решение пересмотреть принципиально подходы к региональной системе оплаты труда. Когда мы эти подходы пересмотрели, мы увидели, что перераспределение внутри существующих объемов финансирования, конечно, не скажется на качественном измене, на положительном измене, в том числе, хотя бы небольшом, но росте оплаты труда. Мы обратились к губернатору с предложением увеличить фонд оплаты труда. Виктор Петрович внимательно эту ситуацию изучил и принял решение обратиться к законодательному собранию. И вот 30 мая были внесены поправки в бюджет 2019 года, где увеличился практически на миллиард рублей фонд оплаты труда муниципальных образовательных организаций. Говоря об этом, я говорю не только о школах, но и дошкольных образовательных организациях. Таким образом, нам удалось и повысить окладную часть, то есть гарантированную, повысить компенсационную часть, привести в соответствие с трудовым законодательством все надбавки, которые существуют и формируют оплату труда, то есть трудовой доход учителя. И таким образом, нам кажется, что сегодня она более справедливая и прозрачная для учителей. Таким образом, мы с одной стороны не ставили задачу увеличить непосредственно рост оплаты труда вот на первом этапе реформы оплаты труда учителей, а прежде всего сделать ее понятной, справедливой и прозрачной для учителей, при этом увеличив гарантированную часть оплаты труда. Но вместе с тем, увеличение фонда оплаты труда позволило и обнаружить вот такой постепенный рост средней оплаты труда по краю, по конкретному муниципалитету и по ряду школ. Но если в сравнении говорить, предыдущие цифры и сегодня какие? Ну, например, если мы возьмем город Барнаул, сегодня мы видим, что средняя зарплата учителя, педагогического работника в городе Барнауле по итогам сентября составила порядка 32-32,5 тысяч рублей, в противовес, берем среднюю апрельско-майскую зарплату, потому что июнь или не показательно начинаются выплаты отпускных, там было порядка 28-28,5 тысяч рублей. Рост такой же примерно в 2-4 тысячи рублей идет практически по всем муниципалитетам. К сожалению, не в каждой образовательной организации мы видим такой рост, в среднем по краю сложившийся в 10-15% от предыдущей заработной платы апреля-мая 2019 года. С чем связано, да? Да, связано это, конечно, и с качеством управления конкретной образовательной организацией. То есть фактически как директор, как муниципалитет начислял фонд оплаты труда и заработные платы учителям в предыдущий период. Например, были ли их неэффективные расходы? Были ли вопросы, связанные с превалированием стимулирующих в целом в оплате труда над гарантированной окладной частью? Но эти все вопросы, я уверен, что мы за 19-20 год в этих нескольких школах, их немного по краю, ликвидируем. И на 20-21 год мы выйдем уже и с новой системой оплаты труда, и с поступательным увеличением реальных доходов учителей. Это задача, которая сегодня стоит на повестке, она поставлена губернатором Алтайского края, и она с этой повестки не перестанет быть актуальной. Правильно понимаешь, что учителя, будь то сельская школа или городская, если у них примерно одинаковая нагрузка, неважно, 5 человек в классе или 25, будут получать одинаково? Не совсем так, поскольку мы, как я уже говорил, предыдущая система оплаты труда, чем была и, скажем так, в последнее время порочно и не устраивала учителей, мы были привязаны к ученика часу. И окладная часть, гарантированная, она была в каждой школе своя. И поэтому проигрывали те, где как раз меньше учеников в классе, но и не выигрывали те, у кого в классе учеников, например, 30. Значит, новая система оплаты труда предполагает три основных части. Оклад гарантированная, компенсационная и негарантированная, зарабатываемая, стимулирующая часть. Но есть также еще и коэффициенты, в том числе коэффициент, который добавляется к окладной части на каждого ученика, начиная с 14-го. То есть чем больше в классе детей, тем больше возможности дополнительно стимулирующую часть заработать у учителя. Но предвидится какой-то дальнейший рост заработной платы или вот этот предел? Мы говорим о том, что, конечно, модернизация системы оплаты труда – это первый шаг на пути дальнейшего роста реальных доходов учителей. И это задача, которую ставит губернатор. Давайте сейчас послушаем мнение учителей. Сразу скажу, выбрали самый удачный. Не все довольны увеличением зарплаты, думали, что может быть больше. Зарплата не доходила до прожиточного минимума, то есть доплачивали. Сейчас намного больше прожиточного минимума стала зарплата. На тысяч семь примерно больше стало. Она повысилась, и повысилась заметно. Но за счет чего? За то, что повысился оклад. Как бы нагрузка у нас не увеличилась, а оклад, он увеличился. Мы ушли от ученика час, и за счет этого у меня произошло повышение. То есть раньше мы рассчитывали, что количество учеников было очень важно, сколько у меня в классе учеников. А у нас половинки групп, поэтому учеников, соответственно, мало, соответственно, и оплата была намного ниже. Если мы сегодня сопоставим фонд заработной платы в школе, я это говорю как председатель правкома школы, непосредственно знаком с этими цифрами, то, наверное, могу сказать, что фонд заработной платы на 10% у нас стал выше. Все-таки это немаловажно все равно для такой школы, как наша. Вы наверняка тоже общались с педагогическим составом той или иной школы. Знаете, какие настроения в коллективах? Что говорят? Конечно, сколько бы заработной платы не увеличилось, тем более-то не такой большой рост. Ну, как я уже отмечал, что мы и не ставили целью увеличить заработную плату для всех. Мы ставили в первую очередь помочь тем учителям, нашим коллегам, которые оказались после последнего повышения размером рот, минимального размера оплаты труда, фактически вровень стали получать с обслуживающим персоналом. Мы должны были развести эти уровни оплаты труда и оторвать размер оплаты учителя от размера оплаты обслуживающего персонала. Мы ставили вот такие задачи первым шагом. Но за счет увеличения фонда в целом мы видим и рост 10-15% в среднем по краю. Так вот, конечно, некоторые люди говорят о том, что ну вот хотелось бы больше. Я их поддержу. Мне тоже бы хотелось, чтобы учителя Алтайского края получали как минимум в среднем Сибирском федеральном округе, а может быть стояли даже на первом рейтинге. Но это, к сожалению, быстро сделать невозможно. Еще раз говорю, средняя зарплата учителя сегодня, она привязана к средней заработной плате по экономике. Неправильно я сказал, к трудовому доходу по экономике. Поэтому мы, конечно, будем расти вместе с социально-экономическим развитием региона. Давайте поговорим о других изменениях, которые коснулись в этом учебном году системы образования. В частности, мы знаем, что появились дополнительные предметы. Родное слово, родная литература. Значит ли это, что говорить о переходе на пятидневную рабочую неделю категорически не приходится? Ведь когда-то необходимо и эти предметы преподавать. Вы знаете, половина школ примерно у нас и до начала 2019-2020 учебного года, у нас это именно в Алтайском крае, работали по пятидневке, половина по шестидневке. Так уж устроена сегодня система образования в Российской Федерации, что образовательная организация, то есть школа, обладает определенной автономией. В частности, в принятии решения об утверждении и составлении образовательной программы. Именно содержание образовательной программы, ее учебный план как составная часть и определяет количество часов нагрузки как на обучающихся, так и на, соответственно, учителей. Поэтому, когда мы смотрим на учебный план, мы видим там две условно-части. Одна вариативная часть, которую школа может менять, другая, так называемая, инвариантная часть. Это определенный перечень предметов, который должен быть обязательно. Все остальное в вариативной части школа устанавливает сама. Поэтому, когда появились в образовательных стандартах, и образовательные стандарты, а не федеральные, это обязанность образовательной организации включить эти предметы в инвариантную часть. Такие предметы, как второй иностранный язык, русский как родной, родная литература, некоторые школы пошли на увеличение, но не в целом для школы, а какой-то параллели. Например, в первую очередь, конечно, это основная школа. Значит, пошли на то, чтобы увеличить и перевести на шестидневку. С тем, чтобы не исключать, не сокращать предметы вариативной части. Другие школы посоветовались с родителями. Родители сказали, что пятидневка для нас принципиальнее, чем какие-то дополнительные предметы. Например, математическая логика. И они решили, образовательная организация и родители, весь школьный коллектив, скажем так, что они остаются на пятидневке, но чуть-чуть сокращают образовательную программу. Потому что здесь важно соблюдать также санитарные нормы и правила нагрузки на детей, которые каждой возрастной группы устанавливаются индивидуально. Еще один вопрос. В начале учебного года мы говорили о том, что, возможно, из учебной программы, как обязательной, уберут второй иностранный. Что-то прояснилось в этом вопросе? Так уберут или нет? Действительно, есть все больше и больше ясности. Мы ожидаем, что в начале декабря текущего года будет утверждена новая редакция федерального государственного образовательного стандарта, где второй иностранный язык не является обязательным. Вкратце можно сформулировать, что это остается на выбор как раз образовательной организации. То есть и родители, и дети, и педагоги могут повлиять на это. Могу только сказать, что многие школы, увидев возможные такие изменения, сказали, что нет, мы оставим себе второй иностранный язык. А некоторые даже включают и третий. Спасибо за эту полезную беседу, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.